В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июня с погоды. В черкесе кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6-11, температура ночью 14-16, а днем 23-25 градусов тепла. Впервые в Черкесске начинает свою работу социальное такси. Этот сервис не похож на привычные услуги перевозок. Такси создано для перевозки маломобильных граждан. Как воспользоваться данной услугой, узнавала Дарья Тендит. Государство уделяет особенное внимание обеспечению материальными и социальными влагами недееспособных граждан. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут оформить заказ социального такси. Транспорт можно заказать не при любой надобности, а только при высокой необходимости в нем. Среди пассажиров социального такси пожилые люди, инвалиды, больные дети, ветераны, малоимущие. Автомобиль адаптирован под нужды людей с ограниченными возможностями. Сегодня по поручению президента Российской Федерации запускаем службу социального такси в пилотном режиме. Мы считаем, что социальное такси станет очередной серьезной поддержкой для самых незащищенных групп поселения нашей республики. Транспортные средства имеют опознавательные знаки, эмблему голубого цвета и контактный телефон диспетчерской службы. Воспользоваться социальным такси может определенная категория льготников и только два раза в месяц. Проезд для инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов будет бесплатным. Для другой категории социально нуждающихся стоимость существенно ниже, чем обычно. Предоставляется данная услуга в случае высокой социальной необходимости. Заявку нужно оформить за несколько дней до предполагаемой поездки. Социальные службы строго контролируют запрос на этапе рассмотрения. Работа диспетчерской службы у нас. У нас номера телефонов на самом такси, можно обращаться в любое время в виде заявок. Работа такси будет рассчитана по заявкам. Программуются заявки и уже в течение следующего дня человек получает услуги. Социальное такси сегодня очень востребовано. Городские власти собираются в ближайшее время приобрести еще не один такой автомобиль. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. И заглянем в календарь. День небогат на праздники, но все же сегодня всемирный день ветра. Цель праздника – привлечь внимание общественности к потенциалу ветроэнергетики. Энергия ветра – альтернатива нефти, углю, природному газу и другому ископаемому топливу. А вы знали, что самое ветреное место России – мыс Наварин на юге Чукотки? Здесь бывают порывы ветра скоростью до 60 метров в секунду. Сегодня еще день силы улыбки. Хотя говорят, что любовь заставляет мир вращаться, люди забывают, что именно улыбка делает мир намного счастливее. И сегодня вы можете кого-то осчастливить, отправив смайлик. Новый информационный день продолжает совещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке, затем также программы абазинской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok